Ребята, всем привет! С вами канал Насекомолюб. Это новогодний выпуск. Перед началом видео всех хочу поздравить с Новым Годом, чтобы вы никогда не болели и чтобы все ваши мечты сбывались. А мы начинаем. Я правда не знаю, чем вам так нравятся пауки-волки. Вы просто закидали меня предложениями, идеями о пауках-волках в комментариях. Ну что ж, давайте начнем ролик про них тогда. Да. Продолжительность жизни у всех видов пауков-волков по-разному. Маленькие, допустим, живут полгода, а большие, такие как тарантула, живут от двух лет. То есть, ну, достаточно много для паучьего мира. Где-то в Южной Америке смеется птицеед Голиаф, продолжительность жизни которого составляет 30 лет. Нападают на свою добычу они крышком, фиксируют ее лапами, а затем впрыскивают яд. Пауки-волки – хищники-одиночки, которые не плетут паутину в целях охоты, а немножко выплетают ее для входа в свою нору. Данные пауки – это ночные хищники, которые днем прячутся в своих убежищах, а ночью выходят на охоту. Одни из главных врагов пауков-волков – это осы-наездники, которые безжалостно вцепляются в их тела. На моем видео, которое я отснял в августе, хорошо видно, как оса-наездник тащит парализованного паука. А сейчас давайте подумаем. Сейчас на картинке вы увидите три варианта. Паук сверху – А, паук снизу – Б и вариант В – никакой. Какой из данных вариантов является пауком-волком? Ответ напишите в комментариях. Ребята, а на этом все. До встречи уже в следующем году. Опять желаю вам всего самого наилучшего. Вы все красавчики. Мы добили 400 подписчиков в этом году. Ну и не забывайте, что скоро у меня будет стрим в Инстаграм. Когда решите вы в комментариях. Ну, до встречи в следующем видео. Пока! Пока!